Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. Малой родиной Михаила Тимофеевича является село Курья Алтайского края. Конструктор происходил из многодетной крестьянской семьи. Тимофея Александровича в 1930 году признали кулаком, поэтому семейство отправили в поселок Нижняя Маховая Томской области. Избежать ссылки удалось только старшим детям, сестрам Агафье и Ане и брату Виктору. Еще в детстве юный конструктор проявлял интерес к техническим средствам, изучал принципы работы механизмов, пятилетний Миша сам сделал себе коньки, а в 10 лет собрал велосипед. В школьные годы Калашникову легко давалась литература, подросток писал стихи и даже публиковался в газете Киевского особого военного округа «Красная армия». После окончания 7 класса Михаил принял решение возвратиться на Алтай, но найти работу в регионе не смог, поэтому вернулся в семью и школу. Из-за принадлежности к семье кулака Калашников не мог получить паспорт, но потом поделал печать местной комендатуры в справке, и документ оказался на руках. Свою трудовую биографию Калашников начал учетчиком на машинно-тракторной станции, затем перебрался в Казахстан, где парня взяли на работу сначала учеником в депо станции Матай, а после техническим секретарем политотдела одного из отделений Туркеста на Сибирской железной дороге. В 1938 году Михаил Тимофеевич отправился служить в Красную армию. Служба проходила в Киевском особом военном округе. Он окончил школу механиков-водителей танков, после чего будущего конструктора перевели в 12-ю танковую дивизию. Еще во время службы в рядах РКК специалист создал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки. Также в числе изобретений молодого человека, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета через щели в танковой башне. В 1940 году счетчик моторесурса танка разработки Калашникова получил рекомендацию к серийному производству. С начала Великой Отечественной войны Калашников в звании старшего сержанта командовал танком и в октябре 1941-го получил серьезное ранение и контузию под Брянском. После нескольких недель в госпитале его направили в отпуск. Это время Михаил Тимофеевич посвятил созданию пистолета-пулемета. Модель, представленная начальнику военной инженерной академии имени Феликса Дзержинского Анатолию Благонравову, получила отрицательный отзыв, но ученый порекомендовал изобретателю продолжить обучение. Оружие не нашло одобрения и в главном артиллерийском управлении, для которого решающими факторами стали не эксплуатационные характеристики, а сложность и долгие сроки изготовления. С 1942 года Михаил Тимофеевич служил на научно-испытательном полигоне, где разрабатывал новые модели пулемета и карабина, но в серийное производство это оружие также не пошло. После войны руководство дало Калашникову новую задачу – разработать оружие для нового промежуточного патрона калибром 7,62х39 мм. Автомат должен был обладать прицельной дальностью выстрела в 400 метрах. На протяжении двух туров конкурса Калашников вносил в конструкцию автомата изменения в соответствии с замечаниями комиссии, в результате к третьему туре он вышел с моделью, кардинально отличающейся от первоначального варианта. Очередной тур испытаний показал, что ни один из образцов конкурсантов не подходит под требования этих задания. В частности, АК-47 не хватало кучности, но именно его комиссия рекомендовала к испытаниям в армии. Автомат показал себя как безотказный, был способен стрелять в любой ситуации, в том числе после попадания воды и грязи. При этом никакой сложности в очистке и разборке не было. На тот момент страна советов нуждалась больше в надежном, чем в точном оружии. Автомат был разработан из качественных узлов и механизмов, проверенных на практике. Благодаря универсальным составляющим автомат Калашникова можно было изготавливать на имеющемся оборудовании в больших количествах. Себестоимость оружия признали низкой. Михаил Тимофеевич создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным. Сам оружейник о своем детище выразился так, первые партии оружия поступили на склады в середине 1948-го, а по итогам полевых испытаний в конце следующего года советская армия начала вооружаться АК-47. Примечательно, что ни в советское время, ни после конструктор не получал выплат за свое изобретение, по его словам, все забрало себе государство. В 30 лет Калашников стал лауреатом сталинской премии. Конструктор получил орден Красной Звезды за уникальную разработку. Михаил Тимофеевич постоянно совершенствовал изобретение, были созданы облегченные и модернизированные варианты, со складным прикладом и креплениями для прицелов, приборов ночного введения и даже с гранатометом. В 1963 году изобретатель приступил к разработке ручного пулемета, оснащенного складным прикладом и прицелом ночного введения. В это же время Калашников пытался разработать автоматический пистолет для патронов 9 на 18, но конкурировать со Стечкиным оружейник не смог. Уделять достаточное количество внимания этой разработке Михаил Тимофеевич не стал, так как его увлекла сфера автоматов и пулеметов. В 70-е годы началось производство АК-74 под малоимпульсные патроны 5,45 на 39 мм. Автомат Калашникова стал основным стрелковым оружием пехоты на только в стране советов, но и за ее пределами. Еще в 50-е годы АК-47 стали поставляться союзникам по организации Варшавского договора, другим странам, с которыми СССР состоял в дружеских отношениях. Но черный рынок оружия процветал уже в те времена, поэтому многие подпольщики стали копировать творения Михаила Тимофеевича. Иностранные компании брали за основу автомат Калашникова, но дополняли собственными разработками, которые в основном выражались в новом дизайне. Несмотря на то, что оружие получало новое название в каждой стране, АК оставался собой. Калаш и его модификации состоят на вооружении более 100 стран мира, суммарное количество автоматов Калашникова превышает 100 миллионов единиц, из-за чего АК включили в Книгу рекордов Гиннеса. На долю такого типа оружия, включая как лицензионные, так и нелицензионные модели, приходится до одного дробь 5 всего автоматического стрелкового вооружения на планете. Автомат Калашникова превратился в базу для линейки боевого и гражданского стрелкового оружия целого спектра калибров, в него вошли не только автоматы, но и карабины, гладкоствольные ружья и ручной пулемет. Знаменитый конструктор долгое время работал в режиме строгой секретности и был невыездным. Только в 90-х ему разрешили поехать за границу, и изобретатель посетил США, где встретился с известным американским оружейником-самоучкой Юджином Стоунером. В биографии Михаила Калашникова присутствуют два брака. Первой супругой мужчины стала Екатерина Даниловна Астахова, уроженка Алтайского края, работница железнодорожного депо станции Матай. В 1942 году в семье появился сын Виктор. Михаил Тимофеевич годами работал на режимных объектах, там же он встретил новое увлечение, что привело к распаду первого брака. Экс-супруга с ребенком остались в Казахстане. В 1956 году после смерти бывшей жены Калашников перевез сына в Ижевск. Второй женой Михаила Тимофеевича в 1946 стала Екатерина Викторовна Моисеева. Женщина работала техником-конструктором. От первого брака у женщины имелась дочь Нелли, и Калашников удочерил девочку. Позже в семье появились еще дети, в 1948 году Елена, в 1953-м Наталья. Михаил Тимофеевич слыл счастливым дедом, дети подарили пятерых внуков. Старшая дочь занимает пост президента Межрегионального общественного фонда имени Михаила Калашникова. Наталья, к сожалению, погибла в автокатастрофе в 1983-м. Проблемы со здоровьем у Калашникова появились в 2012 году. Референт-конструктор заявил, что это стало причиной ухода с работы. В декабре того же года мужчину госпитализировали в Республиканский клиник и диагностический Центр Удмуртии для проведения планового обследования. Очередное ухудшение самочувствия зафиксировали летом 2013 года. Самолет МЧС со специальным оборудованием доставил изобретателя в Москву. Московские медики диагностировали у оружейника тромбоэмболию легочной артерии. В течение нескольких недель над Калашниковым корпели столичные врачи. В итоге самочувствие мужчины улучшилось, после чего конструктор вернулся домой в Ижевск. В ноябре Михаил Тимофеевич вновь почувствовал себя плохо, поэтому 17-го числа конструктора госпитализировали в реанимационное отделение Республиканского центра. Родственники Калашникова считали, что на состояние здоровья оружейника повлияла подготовка к торжествам по случаю его 94-летия. В начале декабря Калашникову провели экстренную операцию, но хирургическое вмешательство ухудшило состояние конструктора. Через месяц видимых улучшений врачи не заметили. За несколько дней до кончины оружейника перевели в реанимацию из-за желудочного кровотечения, что и стало причиной смерти. О кончине Михаила Тимофеевича стало известно 23 декабря. Прощание с Михаилом Калашниковым проходило 25 и 26 декабря, а панихида состоялась в Свято-Михайловском соборе Ижевска. В связи со смертью конструктора по приказу главы региона Вудмуртии объявили траур. Калашников похоронен в пантеоне героев Федерального военного мемориального кладбища. На церемонии захоронения присутствовали чиновники и главные лица государства, в том числе Владимир Путин, Сергей Шойгу, Андрей Воробьев. Соболезнование выразил генеральный директор государственной компании Ростех Сергей Чемин.